В июле месяце все это началось и предлагали вообще переименовать целый район. Но слава богу, что от этой идеи отказались, потому что это требовало бы огромного количества денежных вливаний. По меньшей мере это стоило бы 20 миллионов рублей, потому что это смена кадастровых паспортов, смена паспортов граждан, смена табличек, наименований и многое другое. Основная на данный момент задача наша, если даже это переименование произойдет, это опять же сделать с наименьшими потерями. То есть фактически я уверен, что если мы будем переименовывать ТПУ и придумывать ей другое название, то это тоже не обойдется без денежных трат. Так как придется изменить какие-то наименования непосредственно в самом метро, это какие-то карты, это печатные издания. В любом случае в самом метрополитене есть архивная документация, которая тоже носит наименование Войковский, значит будут потрачены деньги. По меньшей мере, наверное, это не меньше полутора миллионов рублей. Вот к сравнению, детская площадка для детей школьного и дошкольного возраста, она стоит 400 тысяч рублей. То есть фактически мы за полтора миллиона рублей можем сделать четыре детские площадки. Этот вопрос носит морально-этический характер, и я уверен, что сейчас не то экономическое, финансовое для Москвы благополучное время для того, чтобы заниматься подобными вопросами. Давайте решим сначала все вопросы, связанные с капитальным ремонтом, с благоустройством, с озеленением, и потом уже будем заниматься вопросами морально-этического характера. И, конечно, я считаю, что такие вещи должны решать только жители. Это, на самом деле, стартовала предвыборная кампания товарища Закандырина. Там есть муниципальный депутат в Войковском районе, который, скорее всего, пойдет в Государственную Думу. И у него работали очень хорошие политехнологи, и фактически, конечно, они добились своей цели. Потому что заговорили об этом переименовании, они нашли очень хорошую точку, на которой можно сыграть. А товарища Закандырина узнали. То есть фактически для того, чтобы избираться, нужно получить некую известность. Но вот именно на этом вопросе они как раз успешно выполняют поставленную задачу наращивания известности товарища Закандырина.